Лето 2019 Сочи превращают в дешевый курорт, который все равно дороже Турции. Путешествия, туризм 1 июля 13.39 Лето 2019 Сочи превращают в дешевый курорт, который все равно дороже Турции. Особенности нынешнего сезона отпусков на российском юге. Ирина Дружинина. Комментарии в просмотрах 4513. Фото, Сергей Фадишев, ТАСС. В эфире в Сочи вошел тройку самых недорогих мест отдыха этого лета. Отдохнуть 10 дней в бывшей столице зимних Олимпийских игр 2014 года теперь можно вполне по среднероссийской зарплате. Поездка по системе «Все» включена в июне, с перелетом из Москвы, выходила, примерно, в 40 тысяч рублей. За эту цену можно получить проживание с питанием в скромной, но чистенькой гостинице. Сами понимаете, у всех разные вкусы и требования. Кому-то нормально или даже хорошо, а кто-то сочтет отдых за 40 тысяч рублей в Сочи отстойным и пожалеет, что не поехал в Турцию. Все зависит от цели отпуска. Если надо без изысков и экономно провести пару недель на море с минимальными тратами, принцип старый езжай в курортную глухомань, типа тихого курортного поселка. Обычно так и делают семью с детишками и пенсионеры. Там и море почище, и народу поменьше. Если отдыхать с умом, много на чем можно экономить. Было бы желание. Я потратила на 10-дневный отдых в Сочи 40 тысяч рублей и, честно сказать, пожалела. После такого отдыха, еще один отдых нужен. Лучше бы поехала в Турцию за те же деньги, сетует Марина Николаевна. Покупала путевку по системе «Все включено» через турфирму своего города. Перелет плюс проживание в отеле с питанием. К отелю и обслуживанию нареканий нет. Жила в Сигма Сириус парк. Но как достали торговцы? На пляж ведет одна дорога и пока идешь местные торгаши, организаторы экскурсии, промоутеры, которым нет счета, в том числе из Абхазии, всю улицу облепили, и постоянно им надо цепляться по любому поводу. Девушка, чего вы не улыбаетесь, вы же в Сочи. Лето 2019, Грузию закрыли для российских туристов на радость Абхазии отдых на грани истерии или как туроператоры программируют отпускников на вкус и цвет, одинаковых нет. Кому-то нравится поговорить и пошутить с тем же водителем экскурсии или торговцами, а кто-то мечтает подумать и помолчать в тишине. Таким молчу нам лучше в Абхазию. Абхазы народ не сильно говорливый. С излишними вопросами к отдыхающим не пристают, да и сервис у них совсем не навязчивый. Сезон не удался. Вон уже июнь закончился, а выручка в кафе хоть плачь, жалуется Сусанна владелица небольшого сочинского кафе вблизи моря. И сравнения нет с прошлым годом. Зимой этой работы было больше. Что будем делать зимой, не знаю. Цены в этом году не повышали. Наоборот, стараемся сделать меню дешевле, так как сетевых столовых стало много. Когда бы еще увидел в меню прибрежного кафе Сочи в самом центре города гастрономические деликатесы по вполне доступным ценам. К примеру, устрицы от 200 рублей за штуку. Даже визуально в Сочи народу немного, хотя жара стоит для июня необычная, а море прогрелось как во второй половине июля. Первое, что бросается в глаза, когда шатаешься по городу или набережной. Очень много приехало семей с детьми, причем с малышами дошколятами или возраста начальной школы. Папа и мама с двумя или тремя киндерами неспешно прогуливаются с колясками. Фотографируются. Дети катаются на самокатах и жуют сахарную вату. Кажется, что не найти уголка, где не слышно детского смеха и визга. Местные бизнесмены уже смекнули в году от такой перемены и спешно множат точки проката детских электромашинок, самокатов, велосипедов. Такая перемена шокирует слегка. Ведь традиционным детским курортом всегда считалась Анапа, а в Сочи ехали за развлечениями, поссорить деньгами и оздоровить свое тело в санаториях. Контингент меняется. Еще зимой ушел из водителей на стройку. Раньше возил проституток по вызову. А сейчас даже стриптиз клубов поубавилось. Вместо них кальянные растут, так как курить в общественных местах на курорте запрещено, рассказывает Алексей. Недавно хотел с девушкой приятно время провести, погулять по хосте, примечание. Район Сочи, выпить, на пляже поздним вечером пообниматься. Там всегда как-то поинтимнее обстановка была, чем в центре. Поехали, но вернулись еще засветало. Суетно. Много мамашек с детьми и колясками. Податься некуда. Дети кричат. Везде дым дешевых кафе со шашлыками. И бутылку пива на пляже тихонько не выпить, выдохнул с грустью в глазах Леша-водитель. У моей подруги мама живет в маленьком курортном поселке Лазаревского района в частном доме. На жизнь, после смерти мужа и выхода на пенсию, много лет зарабатывает дарами своего сада и пускает отдыхающих. Благо, что дом большой. Переделала жилье под мини-гостиницу. Заработки смешные, потому не числятся официально в ательерах. Берет с человека по 300 рублей за ночь. Деньги невесть какие, но ей так веселее, чем одной быть. А за годы такого подпольного гостеприимства сложился свой постоянный контингент. Каждое лето приезжают одни и те же люди, которые стали почти родными. Им спокойно у мамы и ей с ними тоже. Она ведь не всех поселяет, а только спокойных. Ее гости знают, что она и фрукты из своего сада им предложит по копеечной стоимости, хорошее домашнее вино из своего винограда. И вещи будут в сохранности, не обворуют. А ночью не случится пьяных дебошей во дворе, рассказывает Лариса. В благодарность привозят ей бартерам свои дары. К примеру, одна женщина, что каждый горд у мамы отдыхает, владелица магазина хостоваров. Дарит ей туалетную бумагу, мыло и другие хосредства. Другая тетенька, сама шьет и продает игрушки. Везет маминым внукам гостинцы. Вот такой получается курортный союз у них. И мама довольна, и гости. По словам подруги, пока их семейный отель пустует. Даже центр Лазаревского района не заселен курортниками. Ведь Большой Сочи всегда заполняется с Адлера. В последнюю очередь Лазаревский район. Хотя были времена, до Олимпиады, когда все было наоборот. Местные надеются, что хотя бы к августу в Лазаревский район подтянутся люди. Спад потока туристов, слегка привел в чувство сочинцев. Цены стали снижаться на жилье и еду, что радует. Прошел олимпийский бум и протрезвил аппетиты местных бизнесменов. Заметно падение покупательской способности по прибрежным магазинам, которые пестрят вывесками сали 50 и минус 70, и не торгуют, как раньше, золотом и бриллиантами у морской кромки. Меньше стало торговых точек и шашлычных на берегу и больше внимания к оборудованию пляжей, зонтики, шезлонги, дорожки-погальки и кабинок для переодевания. Когда начнут умирать от жажды, закапошатся, как тараканы. Но будет поздно, катастрофически обмелела не только Волга, но и Москва-река, Ака, Дон, Десна, Урал, Днепр, практически всю реки Центральной России. У сочинских санаториев, которыми всегда славился город, свой контингент. С ведомственными все понятно. Там оздоравливаются корпоративно. Из тех же, что самостоятельно ездят ежегодно поправить здоровье в здравнице Сочи, большая часть пребывает, когда спадает жара в бархатный сезон или в межсезонье, когда стоимость путевок падает в разы. Такой отдых доступен даже пенсионерам. Директор санатория знания Дмитрий Богданов говорит, что многим у нас в России сейчас вообще не сильно понятно санатории. Нужно рассказывать и рассказывать. А приезжать осенью или в межсезонье действительно ощутимо дешевле, чем в пик сезона. Выходит, что подлечиться и отдохнуть в санатории зимой можно от 1400 рублей с человека. К тому же сменить зимний пейзаж средней полосы России с сугробами на пальмы, зелени, теплую погоду очень приятно. Много лет с детьми ездим в Адлер в санаторий в конце мая. Детям процедуры мешают. Они бы целый день в бассейне теплом открытом сидели. Даже в дождь. А мы, взрослые, как-то все успеваем. При этом все врачи санатория говорят, что оздоравливаться нужно приезжать не летом, а с октября по май. И не на неделю, а минимум на две, рассказала любительница санаторного отдыха Наталья. Новость Украины. Депутат Рады Рабинович. Украинцы ошиблись в Зеленском.